Здравствуйте! В эфире программа «Личные деньги» с вами Павел Храмкин. Наша передача для тех, кто хочет научиться максимально эффективно распоряжаться своими сбережениями. Сегодня поговорим о ситуации, когда долгов много, а денег мало, и выбраться из финансовой ямы можно только объявив себя банкротом. Любой россиянин, который не в состоянии выплачивать собственные долги, может объявить себя неплатежеспособным. Соответствующий закон вступил в силу 1 октября прошлого года. Слово «банкротство» звучит устрашающе, однако именно эта процедура может стать спасательным кругом для тех, кто погряз в долгах. О чем нужно знать, если вы все-таки решили объявить себя банкротом и сколько это будет стоить? Расскажем прямо сейчас. Машины, квартиры, телефоны, да и просто деньги – все в долг. По данным Центробанка, в прошлом году граждане России задолжали кредитным организациям около 10 триллионов рублей, 850 миллиардов из которых долги с просрочкой. Сейчас в Чувашии зарегистрировано 120 банкротов, еще 160 заявлений находятся на стадии рассмотрения в судах. Закон о банкротстве физических лиц задумывался как спасению утопающих, однако должнику еще придется доказать государству, что он действительно тонет. Право на подачу такого заявления возникает лишь только тогда, когда сумма задолженности гражданина перед кредиторами, перед рядом кредиторов, либо перед одним из них, если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей. И неоплата по сроку составляет более трех месяцев. Придется собрать довольно внушительный список бумаг, документы, подтверждающие наличие задолженности, право собственности на имущество, справку о доходах и с места работы, все чеки, подтверждающие ваши расходы. Потом нужно написать заявление в арбитражный суд. Правда, сразу банкротом вас никто не признает. Сначала закон предложит договориться, и здесь есть два варианта. Должник и кредитор могут прийти к мировому соглашению. В этом случае заемщик отдает свое имущество в счет уплаты долга. Второй вариант. Банке предложит реструктуризацию долга. Это уменьшение ежемесячного платежа по кредиту за счет увеличения времени выплат. Такая программа рассчитана максимум на три года. Если договориться не получается, тогда полное банкротство. Начнется распродажа имущества. Чтобы погасить долг, в ход пойдет все. Квартиры, машины, бытовая техника, половина имущества супругов при необходимости. Когда один из супругов попадает в процедуру реализации имущества, управляющий делает соответствующие запросы по супругу. И если на этом человеке что-то имеется, зарегистрированное в период брака, то вероятность большая, что это имущество попадет в конкурсную массу и будет реализовано. Вступившего на путь банкротства не лишат только индивидуальных вещей, бытовой техники стоимостью до 30 тысяч рублей, домашних животных, минимальных денежных средств и еды. Единственное жилье у должника не могут забрать. То есть имеется у него какая-то доля в квартире, либо квартира, данная квартира не будет включена в конкурсную массу и не будет реализована. За исключением ипотечной. Если же должник брал ипотечный кредит под залог данной этой квартиры, то банк здесь вправе, конечно, эту квартиру забрать. Не важно, имеется у этого должника еще какое-либо жилье или не имеется. Готовьтесь к тотальному контролю. Вся финансовая жизнь банкрота в течение пяти лет будет под присмотром арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий – это человек, который полностью финансово контролирует вашу жизнь. То есть в экономическом плане вы уже теряете свою независимость. Соответственно, гражданин не имеет права не распоряжаться своим имуществом, не распоряжаться своими счетами, ни каким-либо иным образом отчуждать либо принимать имущество и заключать сделок. Все это делает только арбитражный управляющий. Примечательно, что человеку и без того пережившему персональный дефолт за процедуру банкротства еще придется заплатить и немалую сумму. В соответствии с принятым законом банкроту предстоит взять на себя следующие издержки. Оплата госпошлины, размещение объявлений о своем банкротстве в газете «Коммерсант», вознаграждение финансовому управляющему, плата за реализацию имущества должника, прочие расходы. Банкротство накладывает на человека многочисленные ограничения. Например, на протяжении пяти лет нельзя брать кредиты, занимать руководящие должности, вести бизнес, выезжать за рубеж. Тем не менее, находятся люди, для которых именно банкротство оказывается спасением. Здесь вообще нужно подходить индивидуально, потому что когда мы говорим «должник», то это история отдельно взятого человека. Отметим, что в сравнении с зарубежными законами российский выглядит довольно мягким. В Чехии, где такой документ действует уже семь лет, банкрот должен отчитываться даже о мелких расходах. И это при том, что долг полностью никто не спишет, хотя бы треть нужно будет заплатить. В Германии должник обязан докладывать о каждом шаге своему финансовому куратору в течение шести лет, на год больше, чем в нашей стране. Не во всех случаях данный должник будет освобожден от своих обязательств, потому что если он в заявлении о признании себя банкротом указал какие-либо недостоверные сведения о том, что, например, у него никакого имущества нет, а потом в ходе процедуры все-таки мы выясняем, что у него имеется какое-то имущество, это будет являться основанием для того, чтобы при завершении процедуры данные долги все его не были списаны. То есть процедура завершится, для него будут определенные последствия после этой процедуры, так еще долги у него не будут списаны, он также будет должен. Закон о банкротстве физических лиц, говорят эксперты, это реальная возможность, пусть и с потерями, но выбраться из долговой ямы. Однако прибегать к такому способу, по их мнению, нужно лишь в крайнем случае, после попыток реструктуризировать долг и продать ликвидное имущество. Однако не всякий должник может рассчитывать на покровительство Фемиды, а только тот, причиной разорения которого не послужили злой умысел или грубая невнимательность. У людей ушлых, попытавшихся обмануть суд, могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Для них предусмотрено наказание, до 6 лет лишения свободы. Напоминаю, ГТРК Чувашия и Чуваш Кредит Промбанк проводят финансовую викторину. Ее участники могут не только проверить уровень своих финансовых знаний, но также получить ценные подарки. Главный приз – планшет Samsung Galaxy Tab. Подробнее об условиях конкурса вы можете узнать в официальной группе Чуваш Кредит Промбанка ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Это была программа «Личные деньги» и надеюсь, к следующей нашей встрече их у вас станет больше.